Сегодня глава Чувашия в Москве встретился с министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым. Рассматривались важные вопросы, связанных с подготовкой и проведением 550-летия города Чебоксара и столетия Чувашской автономной области. Михаил Игнатьев также рассказал министру, как предоставляются государственные и муниципальные услуги на базе сельских модельных библиотек. На встрече также обсуждалась ситуация, сложившаяся на предприятиях крупнейшего машиностроительного холдинга концерна «Тракторные заводы» и перспективы возобновления деятельности филиала ОАО «Росспиртпром» «Спиртовой завод Ядринский». Алексей Улюкаев выразил намерение посетить республику с рабочим визитом. Министр экономического развития России также отметил, что высокие кредитные рейтинги, присвоенные республике авторитетными международными агентствами МОДИС и ФИЧ, свидетельствуют об устойчивости экономики Чувашии. Сегодня же Михаил Игнатьев встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Ольгой Голодец. Глава Чувашии сообщил, что все социальные обязательства по защите материнства и детства, поддержке многодетных семей, детей и сирот в республике выполняются в полном объеме. В частности, недавно был закрыт детский дом в Канаше, так как почти все воспитанники определены в приемные семьи. Ольга Голодец отметила, что в Чувашии низкая младенческая смертность, а также достигнуты успехи в модернизации системы образования. На встрече договорились о выделении республики дополнительных средств на строительство детских садов при условии полного освоения уже выделенных из средств федерального бюджета на эти цели 614 миллионов рублей. Также обсуждались вопросы строительства хирургического корпуса республиканского онкологического диспансера в городе Чебоксары и реконструкции детского санатория «Лесная сказка». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...